Данное решение для нас было ожидально. Если формирование суда было начато с нарушений, а именно каких нарушений, о которых мы говорили, на сегодняшний день мы хотим все-таки представить на обозрение. Административное исковое заявление было распределено изначально такому составу суда, это Гомессония, Пачули и Барциц. Потом появляется новый документ, докладная, на котором председатель Верховного суда Гомессония указывает, что в состав коллегии включен пиво. По логике вещей состав коллегии у нас состоит из четырех судей. Тот процесс, который начался с нарушений, не мог привести к законному решению. Это наша однозначная позиция. Более того, в ходе судебного разбирательства, на наш взгляд, было однозначно множество допущенных процессуальных нарушений. Такой судебный акт, который был вынесен сегодня, не имеет права на существование, поэтому наша сторона будет его однозначно обжаловать. Хочу остановиться на одном таком грубочайшем нарушении, которое имело место в зале судебного заседания. Это заявление уполномоченного поступило в адрес коллегии судей от уполномоченного по правам человека для вступления в данное дело. Суд вынес определение, посовещавшись на месте, не вынес мотивированное решение, несмотря на то, что должен был все-таки удалиться в совещательную комнату и хотя бы огласить мотивированное свое решение по данному поводу. Мы однозначно данное решение будем обжаловать. Еще раз хочу повториться, что такой судебный акт не имеет права на существование. В течение 20 суток у нас имеется право на обжалование, чем мы и воспользуемся в кассационном порядке. И в течение двух месяцев данная кассационная жалоба должна быть рассмотрена уже судебной коллегией Верховного суда. Если кассационная жалоба будет удовлетворена, в этой ситуации мы, естественно, будем обращаться к президенту Верховного суда и в порядке надзора обжаловать.